Здравствуйте, ребята! Многие из вас просили меня сделать курс по подготовке к ЕГЭ по биологии, аналогично тому, как мы сделали курс экспресс-подготовки к ОГЭ по биологии. Но дело в том, что этот курс получился настолько обширный, что те темы, которые мы в нем разбирали, подойдут и для подготовки к ЕГЭ. Единственное, что, конечно, в этот курс не вошли те темы, которые проходятся в 10 и 11 классе, само собой. Ну, такие задания, например, как на составление родословной под номером 28. И на примере этого задания, которое было в демо-версии ЕГЭ по биологии этого года, мы с вами и разберем данную тему. К слову сказать, задачи по генетике у меня есть на канале. Это задачи на моногибридное скрещивание, дегибридное скрещивание, законы Менделя, так что ссылочку я на них оставлю под этим видео в описании. Переходите и смотрите, ознакомьтесь с темой генетика. Ну, а как вы поняли, сегодня мы сами разберем задачи на составление родословной из демо-версии ЕГЭ по биологии за 2018 год. Но прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам канал репетитора по биологии и химии Сергея Подковальникова. На его канале вы можете найти много видео по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, а также по подготовке к Олимпиадам по биологии и химии. Вы можете найти на его канале множество разборов задач по генетике и цитологии. Также на его канале вы можете найти, наверное, полюбившуюся уже многим рубрику «Анатомичка», в которой он использует настоящие органы и скелет. Все видео разбиты по плейлистам ОГЭ, ЕГЭ, по биологии и химии. Так что переходите и подписывайтесь на канал репетитора по химии Сергея Подковальникова. Ссылочка на него в описании и в конце видео. Ну а мы начинаем! Поехали! Итак, как вы уже поняли, мы сегодня с вами рассматриваем задачу номер 28 на составление родословной. Давайте рассмотрим условия нашего задания. По изображенной на рисунке родословной установите характер проявления признака доминантный или рецессивный, сцеплен или не сцеплен с полом. Это будет первый ответ в нашем задании. Ответ обоснуйте. Определите генотипы родителей 1 и 2, генотипы детей в 1, 3, 4, 5 номер на картинке и во втором поколениях 6 и 7 номер на картинке. Какова вероятность рождения ребенка с признаком, выделенным на рисунке черным цветом? У мужчины 5, если будущая жена будет иметь данный признак. Что ж, задачи на составление родословной часто попадаются в ЕГЭ, поэтому их необходимо правильно решать. Давайте посмотрим сначала на первый пункт нашего ответа. Первое, доминантный или рецессивный, сцеплен или не сцеплен с полом. Что ж, сразу нам бросается в глаза то, что, обратите внимание, что женщина, которая имеет проявление признака, кружочек, рядом, которая вышла замуж за мужчину под номером 6. Видите? Оба эти человека имеют проявление признака. То есть, под номером 6 мужчина в родословной имеет, и его жена также имеет. А ребенок, почему-то, не имеет этого признака. О чем это свидетельствует? А давайте предположим, что этот признак, допустим, является рецессивным. Тогда рецессивный ген должен быть и у матери, и у отца, и у ребенка, ну, как бы не будет выбора, не будет шанса иметь доминантный признак. То есть, он должен быть точно такой же, как родитель. А если у нас получается, что ребенок имеет отличный признак от родительского, то, соответственно, скорее всего, оба родителя, носители этого признака, они его имеют в доминантном состоянии. А ребенок получился рецессивный, а маленькая, а маленькая, который не имеет проявления данного признака. То есть, первая часть нашего ответа, это, она будет заключаться в том, что признак наследуется как доминантный. Далее. Сцеплен или не сцеплен с полом? Давайте посмотрим. Имеют признак у нас как мужчины, так и женщины. Если, опять-таки, предположить, что ген сцеплен, ну, 100% он не сцеплен с Y-хромосомой, иначе у нас бы X, то есть, женщины вообще бы не имели проявления данного признака, а только мужчины. То есть, можно задуматься только лишь о том, что теоретически он может быть сцеплен с X-хромосомой. Хорошо. В таком случае обратим, опять-таки, внимание на номер 6. Мужчина, который, как мы уже выяснили, должен иметь доминантный признак, то есть, X-а большое, и Y-хромосома, потому что это мужчина. Соответственно, своему ребенку он может передать только эту X-а хромосому своей дочери, которая является доминантным признаком, а он свидетельствует о наличии, о проявлении признака в потомстве. А мы, как видим, что у девочки, у этого ребенка, нету данного признака. Значит, этот ген не сцеплен с хромосомой. То есть, оба родителя номер 6 и рядом женщина, которая вышла за него замуж, они гетерозиготные, но эти гены не находятся в X-хромосомах, они не сцеплены с полом, потому что проявляются и у мужчин, и у женщин. То есть, скорее всего, организм под номером 6 это гетерозигота, а большое, а маленькое. И его спутница, жена, тоже гетерозигота, а большое, а маленькое. А ребенок у них будет а маленькое, а маленькое. Хорошо, но в данном случае мы отвечаем на вопрос номер 1, что признак доминантный и не сцеплен с полом. Мы это выяснили. Хорошо, идем далее. Пункт 2 в нашем ответе. Определите генотипы родителей 1 и 2. Что ж, мужчина имеет признак, то есть он 100% А большое имеет, то есть доминантный ген. А второй ген мы пока что не знаем, мы не можем пока его предположить. Давайте посмотрим на его жену. Она не имеет проявления признака, соответственно, она должна быть рецессивной, гомозиготой. А маленькая, а маленькая. Тогда их дети будут иметь... Давайте посмотрим. У нас есть организм, девочка, под номером 3, которая наследует признак. То есть она от отца унаследовала ген А большое. А все остальные организмы, они имеют только лишь гены А маленькая. То есть девочка под номером 3 будет у нас А большое и от матери А маленькая. Она имеет у нее... генотип такой будет. Организм под номером 4, также девочка. И у нее нет проявления признака, соответственно, она А маленькая, А маленькая, рецессивная гомозигота. И мальчик под номером 5 также является рецессивной гомозиготой. А маленькая, А маленькая. То есть мы ответили на пункт первый, пункт второй, то есть определить генотипы родителей первого и второго. Первый родитель, женщина, это под номером 1, А маленькая, А маленькая. Отец под номером 2, это А большое, А маленькая. Почему он именно А маленькая? Потому что его дети унаследуют от него маленький гомози, то есть А маленький, рецессивный признак. Хорошо. Организмы под номером 3, 4 и 5 у нас, соответственно, номер 3, это А а маленькая, под номером 4, А маленькая, А маленькая. И под номером 5, А маленькая, А маленькая. Идем дальше. И во втором поколении, то есть под номером 6 и под номером 7. Ну, давайте посмотрим. Итак, женщина под номером 3 имеет А большое, А маленькая генотип. Она вышла замуж за мужчину, который а маленькая, а маленькая. Он не имеет признака, соответственно, он полный рецессив. У них рождаются дети. Мальчик под номером 6 имеет признак, потому что он от мамы унаследовал а большую ген, а от отца маленькая. То есть он гетерозиготный. Себе уже помечаем, что второе поколение мужчина а большое, а маленькая. А мальчик под номером 7, он, конечно же, а маленькая, а маленькая. Он полный рецессив. То есть он унаследовал от матери свой большой доминантный признак, букву а большую, а от отца а маленькую, рецессивный признак. И получился а маленькая. А маленькая без проявления признака. Ну и последний пункт, на который нам необходимо с вами ответить. Какова вероятность рождения ребенка с признаком, выделенным на рисунке черным цветом? У мужчины 5. Если его будущая жена будет иметь данный признак? Мужчина под номером 5, он гомозигота, рецессивная. То есть а маленькая, а маленькая. Мы это уже указали в нашем ответе. Если он вступит в брак с женщиной, которая будет иметь данный признак, то есть она будет иметь доминантный ген, а второй мы не знаем, возможно это а маленькая. И обычно нам необходимо с вами, если мы не знаем, разобрать самый такой разнообразный вариант. То есть мы будем не а большое, а большое рассматривать, а будем рассматривать а большое, а маленькое. Что его жена имеет этот признак, то есть у нее кружочек зачеркнутый, закрашенный в черный цвет, но она гетерозиготна. Тогда, тогда мы пункт 5, то есть мужчину под номером 5, а маленькая, а маленькая, скрещиваем с женщиной, которая имеет а большое, а маленькое, то мужчина будет образовывать гометы только лишь а маленькая, а его жена будет образовывать гометы а большое и а маленькая. Такова вероятность, что когда гометы сойдутся, у нас получится а большое, а маленькая и а маленькая, а маленькая. Соответственно, это выходит 50 на 50, то есть 50% вероятность того, что их ребенок родится с проявляемым признаком. Это будет также наш пункт ответа. Хорошо, ребята, такие задачи, конечно же, попадаются на ЕГЭ, поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы по ним, то задавайте и в комментариях под этим видео, также в группу ВКонтакте заходите, там выложу подобную задачу, мы с вами ее обсудим в комментариях в группе ВКонтакте. Ну а на сегодня все. Если разбор задачи вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал репетитора Сергея Подковальникова. Ну а на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok